Итак, первый секрет, как выглядеть привлекательнее, носить цвет, который сочетается с вашей комплекцией. Хорошо, понял. Как выбрать правильный цвет для себя? И к тому же я не хочу пользоваться таблицами. Самое простое решение – посмотреть в прошлое. Когда вы были ребенком, вы пробовали носить одежду всевозможных цветов. И, наверное, вам говорили комплименты, когда вы надевали одежду, которая хорошо выглядела на вас. Для меня это зеленый и синий. У нас у всех есть такие цвета, к которым мы тяготеем. Найдите свой. Да, это работает, но всегда есть за и против. Мы получаем определенные плюсы за счет универсальности, но мы теряем, когда отдаем предпочтение не в пользу цвета, на фоне которого наши натуральные тона могли бы выделяться. Поло на мне похоже на это серое поло, но оттенки коричневого лучше играют и выделяются на фоне моих природных тонов. Следующий мой совет – хватит бриться. Небольшая щетина может оказаться намного лучше. Согласно исследованием 2016 года, опубликованным в журнале Эволюшн Арибайджи. И мне нравится это исследование. Было опрошено 8500 женщин. Они показали им три картинки. На первое – гладковыбритое лицо. На второе – мужчина с небольшой щетиной. И на третье – мужчина с полноценной бородой. Когда им показали длинную бороду, то женщинам понравился этот мужчина. Он годится для долгосрочных отношений. Он будет отличным отцом. Но для краткосрочных отношений они предпочли парня со щетиной. А на мужчину с выбритым лицом никто даже не смотрел. В общем, в этой небритости они видели что-то сексуальное и привлекательное. А что насчет растительности на остальном вашем теле? Надо ли все сбривать? Парни, все немного сложнее. Исследования 2016 года журнала «Архивы сексуального поведения» выяснили, что женщинам нравится мужчина без растительности, кроме волос на груди. Так что немного волос на животе и груди очень даже привлекает женщин. Это лучше, чем гладко выбритое тело. По сравнению с остальным телом, растительность в этой зоне им нравится. Следующий совет – наденьте на себя кусок кожи. Я уже говорил об этом раньше. Если посмотреть на все материалы, которые используются в моде, кожа выигрывает снова и снова, когда речь идет о мужественности. В кожаной одежде и аксессуарах есть что-то, что кричит о мужественности. И вам не надо даже надевать кожаную куртку, чтобы добиться мужественного образа. Только посмотрите, как этот кожаный рюкзак преображает мой внешний вид. У него самый настоящий классический мужской стиль. Далее в нашем списке хитростей, как стать моментально привлекательнее, использовать духи. А точнее использовать правильные духи с правильными оттенками, которые привлекают женщин. Конечно, разным женщинам нравятся разные оттенки, но я расскажу о семи оттенках, от которых женщина без ума. Одни из них – это ваниль, мускус, лаванда. И все три ингредиента есть в этих духах. На некоторых форумах я читал, как женщины писали, что это чистейший экстракт мужского аромата. Одна женщина писала, что она думала, что ее муж так пахнет, и только потом она поняла, что последние 20 лет он пользовался этими духами. Для вас это слишком олдскул, вот более современные и стильные. Корица, табак, бобы тонко. Женщины от них без ума. Я даже не заметил, как одна женщина преследовала меня, пока не спросила, какими духами я пользуюсь. Она влюбилась в них сразу и хотела, чтобы ее парень взял себе такие. Я счастлив в браке, но мне приятно внимание женщин, а эти духи привлекают их внимание. Далее идет ветивер, но надо понимать, что ветивер может пахнуть по-разному. Он может пахнуть, как лимонник или как сухой табачный лист, в зависимости от сорта ветивера. Поэтому найдите тот, который нравится вам. Но главное то, что в этой траве есть что-то, что привлекает женщин. Ладно, ничего не могу с собой поделать, давайте продолжим. Роза. Это еще один аромат, который нравится некоторым женщинам, а другим нет. И я должен это сказать, не надо слушать всех этих снобов и парфюмеров, которые говорят, чтобы вы не покупали себе такие вот духи, потому что они слишком банальные, что вы будете пахнуть как все. Но вот в чем суть, что самые продаваемые духи не просто так самые продаваемые духи. Большинство из них на самом деле очень даже хорошие. А те, которые очень популярны, приносят комплименты мужчинам на протяжении всего дня. Да, вы будете пахнуть как многие другие мужчины, но если вы в отношениях и нравится ваш запах, разве это имеет значение? Следующий способ, как стать моментально привлекательным, читайте книги. И читайте их на публике. Я уже об этом рассказывал, но оказывается, есть целое сообщество женщин-сталкеров, которые публикуют фотографии парней, которые читают книги. К сожалению, меня нет на этом сайте, но я думаю, что если бы я попал, то я взорвал бы интернет. Самое забавное, что действительно имеет значение, что вы читаете. В 2017 году и Хармони провели исследование. Они сделали так, что люди видели, какие книги вы читаете. Если мужчина отмечал, что ему нравится книга «Девушка с татуировкой дракона», то он получал на 36% больше сообщений от женщин. А если он указывал, что он читает «Гарри Поттера», то он получал на 55% меньше сообщений. «Властелин колец» минус 24%, «Хоббит» минус 15%. А вот книги периода Второй мировой войны привлекают 16% женщин. Мой совет, просто читайте нонфикшн, который вам интересен. Итак, никакое RMRS-видео не было бы полноценным без того, чтобы я сказал надеть пиджак. Да, пиджаки делают вас привлекательными, и это очень простой способ. Будь это спорт, пиджак, блейзер, костюм, кожаная куртка. В принципе, все пиджаки и куртки делают одно и то же. Они подчеркивают плечи и привлекают к ним внимание. Они выделяют ваш торс и делают вас более привлекательным. Они также утончают ваш силуэт. Когда вы застегиваете пуговицу или куртку, что вы делаете? Вы подчеркиваете талию. Это все создает силуэт. А если это темная куртка и темные джинсы, где нет сильного контраста, то это еще визуально увеличит длину ног. Потому что пиджак прикрывает ягодицы на две трети. Благодаря этому создается иллюзия, и глаза скользят вверх и вниз намного проще. Благодаря чему вы выглядите выше. Вообще, с пиджаком связано очень много положительных моментов. Заметили какого цвета на мне пиджак? Темно-зеленый. Возвращаясь к моему первому совету, я использую свои любимые цвета. Также, заметили еще какой-либо цвет? Все просто. Красный. В исследовании 2010 года, хотя я сам это заметил в природе, это четкий сигнал, что я высокого статуса. Я не говорю, что надо надевать красный костюм, это не принесет вам высокий статус. Но вкрапление красного посылает сигнал, что этот человек что-то значит. Это заслуживает нашего внимания, потому что красный цепляет наш взгляд. Это очень незаметный сигнал, но это помогает вам выделяться на общем фоне. Поэтому, если вы добавите в свои аксессуары немного красного, то это может оказать сильный эффект на вашу привлекательность. Давайте поговорим об обуви. Да, парни, я люблю укроссы, они удобные и универсальные, но когда речь идет о первом свидании, когда речь идет о том, что женщинам нравится видеть на мужчине, кроссовки не занимают высокого положения. А что имеет значение? Ботинки. Женщины обожают ботинки. Есть одно исследование от журнала GQ. 76% женщин сказали, что это та обувь, которую не хотят видеть на мужчине. Не обязательно, конечно, ботинки-туфли с брагированием, хотя это отличный выбор. Это красивые ботинки, за которые вы получите пару комплиментов. Но давайте поговорим о преимуществе каблуков. Вы добавите 3-4 сантиметра в росте. Так вы будете выглядеть выше, стройнее и сильнее. В общем, лучше. Парни, я знаю, что у вас есть личное мнение. Мне очень интересно услышать его в комментариях, что я упустил. Чтобы вы добавили к этому видео, чтобы сделать его лучше, пишите в комментариях. Какое видео смотреть далее, как насчет восьми советов, как всегда выглядеть стильно и собрано. В нем показываю, как просто можно выглядеть круто.